В ближней срочной перспективе совершенно понятно, что сегодня нанесен очень большой удар и программе «Суперджет», и косвенным образом всей авиационной промышленности гражданской. Как Вы думаете, какими бы средствами можно было бы парировать это именно в крайне ближней срочной перспективе? Потому что люди реально не хотят бояться летать этими самолетами. И это как бы не шутки, это по-настоящему. И второе, авиакомпания начинает массово от них отказываться всеми доступными способами, используя все предлоги, какие вообще только возможны. Вообще говоря, что, на Ваш взгляд, надо было бы сделать, чтобы вернуть доверие и каким-то образом эту ситуацию парировать и, может быть, я не знаю, обратить себе на пользу и так далее. Возьмем конкретный сегодня пример из трех катастроф, которые произошли, два с Боингом и нашим. Мы смотрим, как ведет себя Боинг, ФАА, правительство США, в смысле Конгресс и так далее. То есть невозможно убедить всех, что вот как-то оно безопасно и все, кроме раскрытия всей технологии, чего подпринимается, демонстрации этим. Первое, что уже давно призывали, нужно объявить, что государство наше взяло на себя все, в смысле, магистральную линию, как говорил Валерий Георгиевич, путеводная нить обеспечения безопасности, признание системы СУБП, принятие всех мер и так далее, что мы работаем в этой области. Ничего не скажешь. Это государство. Теперь не государство. Та же компания Боинг или прочая, и ФАА. Они тоже несут убытки колоссальные. Притом у них есть конкурент, так сказать, это Торбас, который нет такого, что ли, монополизма. Вот Боинг откажется поставлять самолет всем уродом. Ну ничего, подкажется, вдруг ей поставят. Китайцы уже вон, они стоят, европейцы. Они теряют время, каждый день, каждое это. Но они идут путем каким? Они раскрывают, ребята, мы все смотрим, мы все делаем. Оно вот так, оно вот это. То есть они говорят сегодня правду. И меры, ну пытаются. Ну все правды относительно, вы понимаете. И меры, которые предпринимают. Вот смотрите ГСС. Я многих там знаю, с ними работаю и так далее. ГСС запрещено сегодня давать интервью и так далее. Потому что фирма следит за этим делом и так далее. Я не говорю, что чем больше будет говорить, тем лучше. Но заявлений от ГСС, от руководства, от Росавиации, от этого, каких-то, что предпринимается? Ведь... Ничего не предпринимается. Нет. Вот если ничего не будет предприниматься, нельзя создать доверие у людей. Или исправить ситуацию, если просто тупо молчать и говорить, мы ничего вам рассказывать не будем. Спасибо. Спасибо.